Становлению нефтегазовой утрасли Азербайджана предшествовала работа многих людей, в числе которых особое место занимает Кямиль Акимов. Будучи по специальности инженером, он прошел путь от простого мастера до министра нефтеперерабатывающей и химической промышленности Азербайджанской СССР. В этой должности заслуженный нефтяник пробыл 10 лет. За это время ему посредством введения новых изобретений и рационализаторских предложений удалось усовершенствовать процесс нефтепереработки и нефтехимии в республике, тем самым снизив негативные влияния на окружающую среду. Несмотря на почтенный возраст, а Кямиль Акимову исполнилось 90 лет, он продолжает много работать. Сегодня заслуженный нефтяник, советник генерального директора закрытого акционерного общества ЭКОЛ инженерные услуги. Хотя в эту сферу я пришел случайно, по совету доверного брата, сегодня я горжусь своим выбором. Избранная дорога была успешной в моей судьбе. Я начал в качестве рабочего и постепенно достиг этого уровня. В течение 10 лет я работал в качестве министра нефтеперерабатывающей промышленности. Мой совет молодым, работающим как в нефтяной сфере, так и вообще в государственных органах, заключается в том, чтобы они работали с воодушевлением и добились новых высоких достижений. Свой 90-летний юбилей заслуженный нефтяник отметил в стенах родного бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. Поздравить Камиля Акимова сюда пришли представители руководства государственной нефтяной компании Азербайджана «Сокар», ученые и молодые специалисты отрасли. Участники встречи подчеркнули, что все работы, проводимые сегодня в развитии нефтегазовой промышленности, это продолжение труда нефтяников-ветеранов. Мы эффективно используем его опыт в сфере нефтепереработки. Несмотря на свой возраст, Камиль Акимов и сегодня вплотную участвует во всех процессах и проектах, реализуемых на нашем предприятии, дает свои ценные советы и рекомендации. Сегодня Камиль Акимов неустанно трудится в деле подготовки молодых кадров и их формирований в качестве квалифицированных специалистов и приобретения ими производственных навыков. Друзья и коллеги Камиля Акимова в ходе своих выступлений рассказывали интересные факты из его жизни. Первый вице-президент Сокар Хошпахтюй Сюзаде, который вместе с Камилем Акимовым поступил и закончил один институт, заявил, что о его друге можно говорить бесконечно. В 70-х годах общенациональный лидер Азербайджана Ейдар Алиев назначил Камиля Акимова министром. Работать в тот период было трудно и ответственно. Тем более работать на должности министра было очень сложно. Жить можно по-разному для себя и для народа. Камиль Акимов живет для нашего народа. За заслуги перед страной Камиль Акимов получил звание заслуженного инженера, награжденный орденами Октябрьской революции, Трудового красного знамени и почета. Дульзар Мустафаева, Афет Гасанова, Алис Урхайоглу, Сибиси.